Жорк, расскажи, как с тобой это произошло? Ну, собирался поругаться мамой. Я решил продумать план действий. И тут меня накрыло. Что произошло-то? Ну, что произошло? Я понял, что у меня начала вливаться энергия. У меня было абсолютное счастье. То есть, счастье в меня брызгало, можно сказать, через край. Энергия, счастье, всё было очень много. И сейчас есть. И сейчас то же самое. Да. Что с умом? Молчит? Просто, как им по зубам дали, он замолчал и всё. Ум – это зверёк поручной. При рождении он нам каждому даётся. Мы его холим, лелеем. Он растёт, становится наглым. И потом, когда мы хотим стать просветлёнными, он нам мешает. Потому что для этого его надо убить. Он всячески нам мешает и хочет вернуть к себе во власть. То есть, ты его видел как бы внешним по отношению к себе, да? Агрессивным. Ты говорил, что всё есть вот это счастье, покой. А ум уже делает из этого несчастье, ну, свою еду, можно сказать. А то есть, он питается этим? Конечно. Он питается несчастьем, горем. Просветление должно само открыть нам дверь. Ага. Оно хотя бы раз в жизни, но стучится к нам. И если мы отвергаем его, ну, что ж, сами шанс упустили. Это может быть и в год, и в два, и в 60 лет, и в 80. Не имеет значения. Главное дождаться этого момента. То есть, сам факт, что просветление, это как бы случайный процесс. Абсолютно. Если только рядом нет человека просветлённого, который может вас заразить этим. Многие люди, у них сознанием распахивает дверь. Они недоумённо глядят, туда просто закрывают дверь. А потом хватаются за голову, что я сделал. Хотя ум им подсказывает, что они сделали всё правильно. Ну, а вот если тебя сейчас в таком состоянии спросить, кто ты? Сознание. Я есть всё. И в этом нет сомнений? Нет. Это что-то, можно сказать, как врождённое ощущение. Не ощущение, как знание. Просто при... Этот ум нам закрывает всё. То есть, всего лишь стоит убрать ум или дождаться этого момента? Да. Ну, сказать-то правило легко. Он такой собак вредный. Эмоциональный, да. Но эмоциональный. И нет спасения. Ну, а у тебя нет ощущения, что это временное состояние? Оно может уйти? Нет. У меня... Можно сказать, что оно мне само сказало, что оно со мной останется. Оно отлично от тебя. Есть жора и есть это переживание. Нет. Я есть это переживание. Ты сам это переживала? Да. Это абсолютно точно, да? Ну, то, что откуда вот оно у тебя рухнуло, ты точно знаешь, что ты хотел этого или просто случайно? Ну, когда накрыла маму, потом вас. У меня было какое-то желание не ума, а именно меня как сознание, что неплохо было бы и мне избавиться от ума. Ну, через полгода, конечно, но с запозданием. И сейчас ты в покое, в счастье, в радости. Ну, это можешь по голосу услышать. Тело идет в школу. Функциональный ум там работает. Но я, можно сказать, туда отношения вообще никакого не имею. Это ум работает, тело работает. Ну, нет. То есть функциональность остается, в общем-то, прежней. Да, абсолютно. Если не уничтожать функциональный ум, конечно. Если уничтожать функциональный ум, то получается вообще в этом и смысл-то никакого не для человечества. Для человека. Это уже будет полное просветление. Ты, когда говоришь, ты чувствуешь, откуда слова происходят из ума? Не, не из меня. Далеко не из меня. Как я уже говорила, я могу сравнить себя с сотовым телефоном. То есть, когда мне задают вопрос, набирают на меня сообщение. И отправляют его. И тут же получают ответ. Только уже не от меня, а от сознания. Нет вопроса, я не функционирую. Как ты сейчас воспринимаешь людей вокруг себя? Я вижу, как у них умы бунтуют, все это. Просто жалко. То есть у них нет счастья, нет удовлетворения, покоя, завершенности. Нет, у них этого не может быть. Как увидеть, что вот с человеком это произошло или не произошло? Вот если он будет молчать, я это не могу понять. Но по нескольким фразам я уже могу определить. Просто даже по интонации. Если можно, иногда даже по лицу. Или оно может забываться. Нет, забыть такое нельзя. Это склероз должен быть в высшей степени, чтобы такое забыть. Ты знаешь, ну то, что забыть такое, это нельзя. В этом состоянии есть ощущение неподвижности, ровности? Да, потому что я осознаю, что лично со мной, как осознаю, ничего не может произойти. Я, можно сказать, существовала на протяжении миллиардов лет, и ничего не было. А тут что-то вдруг произойдет. Ну, откуда? Осознавание, да. Да, оно никуда не денется. В пятницу пошел в школу, оно немножко ушло назад. На задний план, да. Вот ты расскажи об этом, как это произошло. Я пошел в школу. Когда начался обучательный процесс, то ощущение ушло на задний план. Выдумался вперед как ум, но уже не эмоциональный, а функциональный, который занимался там всем. То есть он, что там делал? Он учился, он забивал все знания, но эмоционального ума там не было. А я как с заднего плана за ним наблюдал. Вот ты говоришь, что это вот много энергии. Эту энергию можно вспомнить любую, как твой недостаток. Если попрактиковаться, что я сейчас делаю, можно не есть, не пить, не спать. Это будет не нужно. Потому что все это приводит к тому, что восполняется потерянная энергия. А зачем ее восполнять, если она тебя окружает? Просто взял ее и все. То есть ты воспринимаешь все вокруг как источник чистой непосредственной первичной энергии? Да, она как воздух. То есть везде и всюду. Ты ничем таким никогда не занимался, не читал этих книг, особо, и даже... Сереж, для моего возраста, да не любого, никакого подростка не заставишь это читать. Ничего, какую-то ерунду читать. И если ты это не пережил, ты никогда в жизни даже одну книжку не прочитаешь. Если ты не начнешь поиск, то это уже люди в зрелом возрасте начинают. Мне какой поиск, а что? Она сама на меня свалилась, нежданна, не гаданна. Ну просто это можно сказать, что это какая-то милость. Да, потому что мы стоим... Все говорят, что, как пример, это двери, да? И все считают, что они за дверью с внутренней стороны, но они стоят, оказывается, с внешней. Как бы они не ломились в эту дверь, она им не откроется. Она открывается, ну, вот, один раз хотя бы каждому. В жизни. Ну да. Кого он потянет назад, тот не сможет сопротивляться. Все. Иногда дверь открывается даже тем, кто стоит к ней спиной и засасывает туда. Если ум сильный, он может его вытянуть назад. Если он даже, к примеру, он не знает, куда его затянули, куда, зачем, почему. Потому что если человек об этом ничего не читал, ничего не знает, его не окружают люди, которые могут ему это пояснить, он никогда этого не поймет, что с ним произошло. То есть контекст необходим. Да. И драгоценность этого. То есть то, что это все-таки очень ценный дар. Да, конечно. Если столько людей к нему стремится и только единицы достигают, это, конечно, очень ценно. И потому что этот дар, он дороже любого. Материальное оно может пройти, а это не пройдет никогда. Это будет с тобой всю жизнь и даже после смерти. Потому что ты в этом растворишься. На самом деле смерти боится ум. Ну, что он умрет. Ты не умрешь никогда. Сколько бы ты там ни перерождался, что бы ни делал, ты все равно будешь жить. Как сущность. А ум, они будут меняться, но ничего более. Можно сказать, что ум это просто всего лишь поток мыслей. Скорее как воронка, которая затягивает мысли в тебя. Они летают в окружающие. Но если бы не было этой воронки, то они бы в тебя не попадали. Она затягивает мысли с большой площади, чтобы в тебя именно качать этими мыслями. А вот ты говорил, что ты вдруг увидел ум как коробочку. Расскажи, вот что это такое? Это было как местохранилище мысль. Вот эта воронка засосала их оттуда, и уже потом через трубочку из этой коробочки они поступают в голову. Коробочка рядом где-то находится? Да, она вот практически, если мерить в материальном мире, сантиметров 5-6 около головы. Факт, что там очередь мыслей, которая ждет своего поступления через трубочку в мозг. Да. Для осознания. Скорее всего для того, чтобы напитаться энергией. То есть мысли питаются энергией человека. Да. И скорее всего как ум их используют для подавления человека. Для подавления его воли. Как ты думаешь, для чего это? Потому что люди, если они счастливы, они быстро станут просветленными. Я не убью тум. А зачем ему это надо? Ему жить охота. Он всех под себя подминает, делает их несчастными. И при этом очень маленькие шансы, что они станут просветленными. А если кто-то даже стал, он пытается его вырвать оттуда. Всеми возможными и невозможными способами. И через себя, через окружающих. Ум один на всех. Это некая универсальная структура. Да. Ум один на всех. И потому что, если один становится просветленным, то другой пытается его вырвать. Но если это не единая система... То есть, если человек становится просветленным, то другой человек, в ком силен ум, пытается вызернуть человека опять в ум. Например, там, сделать какое-нибудь ему горе, чтобы его оттуда вырвать. Но если бы ум был у каждого свой, такого бы не было. То есть, есть или какая-то система, или есть он один общий, который вот с помощью мысли как раз-таки управляет человеком. И когда человек становится просветленным, ум теряет раба. И другой смотришь на него и говорит, ой, блин, тоже охота ведь. И получается цепная реакция. Когда кто-то просветлевает, идет цепная реакция. Потому что это заразно. Еще при рождении в человек вкладывается это. То есть, у него изначально есть это потенциально. У него есть как потребность просветления. Острая потребность. Но ум ее гасит. Некоторое количество людей этим заразится, но потом, скорее всего, ум поставит своих, можно сказать, самых преданных рабов на борьбу, чтобы заблокировать дальнейшее распространение вируса. Это может быть, что ум катастрофу какую-нибудь сделает. Ну, просветление сознания, это вообще-то по барабану. Что там происходит? Потому что, если даже в тюрьме тюремщик может заразиться, для этого вируса не существует стен или еще чего-нибудь. От него нет масок и всего остального. От него нет лекарств. Сколько бы он ни пытался его изобрести, от него нет лекарств. Если эта дверь открылась и она подперлась, то все, ее уже практически не закроешь. А что ты вот можешь сказать по поводу вот этого всеобщего массового искательского движения? Ну, я как уже сказала, что это заложено в человеке изначально, это потребность. Тех, кто ум порабощает очень сильно, в тех она так и спит, то потребность. А в тех, кого не сильно, ну, не настолько сильно, она просыпается и говорит, «Не, нам еще что-то не хватает жизни, а ну-ка иди поищи». Там кто-то в религию идет, кто-то еще куда-то. Некоторые вот как раз-таки в погоне за просветлением бегают. Просветление нельзя, для того, чтобы его получить, не, как можно сказать, запрещено прикладывать усилия. Все эти способы, это, скорее всего, уже, можно сказать, назвать бизнесом. Потому что для этого, там, подходишь к учителю, а что мне надо для того, чтобы получить просветление? Тебе надо сходить туда-то в тот ашрам, только когда ты там будешь медитировать 40 дней, 40 ночей, только тогда ты получишь просветление, и то, если только ты достоин. Уму выгодно. Если вот в человеке пробудился, это жажда просветления, что если человек будет искать, искать, так всю жизнь и будет искать. Ум начинает играть, да, с этим? Да. Ему больше становится интересно, как... Процесс. Да, процесс достижения цели, а не цель. Неконечная цель, да. Потому что, если человек достигает, он убивает ума. В космосе есть универмаг, куда может сходить только сознание. И вот моя часть сознания послала туда запрос. Хочу просветление. Ум вот туда, вход запрещен. Табличка висит. Меня вынесло из тела вот туда. И там я слился, как со своей изначальной... Природой. Да, природой. Это уже потерять практически нельзя. Ты вот тогда сказал такую фразу, вот, что всё есть пространство, всё есть сознание, всё остальное ум. Вот, скажи на это. Сперва было сознание. Из него было создано... Из него выделился ум. Ух, созум материальный мир. Всё, весь этот мир, можно сказать, это пастбище для ума. А каждый человек, ну, это дуйная корова. Ведь все его страдания для ума как молоко. И ум, ведь в человеке есть часть сознания. Я предполагаю, что ум так пытается поработить сознание. То есть он использует сознание в своих целях. Что, ум задаёт вопросы? Естественно. Серёж, а на вопросы ума ответить сознание не может. Одновременно одно целое, и в то же время две противоположных стороны. То есть сознание на вопросы ума в принципе не может ответить? Нет. Это две разные природы. Нет, природа одна. Сознание. Но ум это какой-то сектор сознания, где, можно сказать, в мире пацифистов какая-то страна агрессивная. Сознание это самая тишина, а само пространство. Серёж, так сказать нельзя, так и есть. Это смысл жизни, над которым думали многие философы. В этом состоянии хочется поделиться? Абсолютно. Это состояние нельзя скрыть. Как бы ты ни сопротивлялся, желание поделиться из тебя пробьётся. Потому что любой скряга, который «А, моё, не хочу делиться», всё равно его пробьёт, он пойдёт, устроится отсанка и пойдёт, расскажет. Функционально присутствует. Функционально присутствует. Я чувствую, что это изначально было дано мне. Только ум от меня это скрывал. Что «Не, тебе это не надо». Я говорю, ум это одно целое, которое, когда один просветляет, другой пытается уничтожить просветлённого. Если вдруг это будет таким, ну как бы захватывающим и действительно заражающим началом, то ум может включить даже такую мощную физическую расправу. Потому что это приведёт, вот такой вирус придёт к ему полному уничтожению. А это ему далеко не на руку. А так как он сейчас хозяин всего положения вещей в мире. То его свергнут. Ага, ему это неохота. Потому что у него под властью, может, и 99% людей. Даже 99-99%. То есть ум имеет власть над людьми, и всё. Раб думает, что он хозяин. Если человек глубоко проникнется в сознание, он сможет всё это повторить. Что такое сотворить из воды вино для сознания? Пустяки. То есть всё вопрос именно допущения и согласия. Да. А здесь это знание, да? Да, это знание. И как далеко ты пройдёшь в этом знании, столько тебе и дадут. Всё равно не полностью растворяешься в нём. И вот эта вот часть уходит от этого мира в другой. Вот мир сознания. И чем дальше он уходит, тем больше он открывается. То есть само сознание открывает свои глубины, он проникает вглубь. Да. Суть. И глубины максимальной нет. Бесконечности. То есть если человек очень глубоко зайдёт, у меня есть предположение, что он сможет полностью уничтожить её. Один. Но настолько далеко зайти, одной жизни не хватит. Но это фактически исследование проникновений бесконечной глубины. Да. Туда можно проникать тысячи жизней в просветлённом состоянии. И не достигнешь дна. Одна нет. То есть это вечность, бесконечность, тотальность. Да. У которой нет ни начала, ни конца. Да. Мама, это энергия ума. Весь негатив-то энергия ума. Я понимаю. То есть сейчас ты уничтожаешь часть его. Только сейчас я понимаю, что в детстве ощущение было, что в теле я не один. И только сейчас я понимаю, что это было правдой. Это было лет шесть-семь. Когда я вообще об этом мог подозревать. Коты просветлены? Они с рождения. У них нету этого эмоционального ума. Учителя, вот эти вот те, которые требуют денег, это... Это всё не учителя. Вот только те, которые... От которых, можно сказать, идёт практически физическая энергия. Это... От них можно заразиться. А вот которые там где-то отдалённо, какими-то непонятными фразами... Ну, это считать учителем... Ну, себя не уважать. Может, так сказать. Он может всё равно словами тоже какую-то часть энергии и какую-то часть этой искры тебе передать. Чтобы она в тебе разгорелась у нас. Мам, я сейчас смотрю и чувствую, это искренний смех. Это не смех ума. И тебя накрыло это счастье и радостью. Ум смех ума, он несчастный. То есть, хоть какую-то ему там весёлую шутку расскажи. Этот смех будет наполнен всем несчастьем, которое пережил этот человек. А смех сознания — это искренний смех. Смех этого счастья, которое переполняет человека. Просветление можно создать в круг. Около круга. Там предметы, там обитая тума. Ну и всё вот им порабащённо. Ближе к центру меньше предметов. Я суньс-то около середины. Это вот около центра. Там нет предметов. Уму нет за что держаться. А ум тонет там. Это может сравнить с морем. Ум держится за эти предметы, как за спасательные круги. Этих предметов нет, он тонет. И чем ближе к центру, всё меньше и меньше предметов. В самом центре что там? Абсолютное просветление. Где нет никакого ума. Нет ни эмоционального, ни практического ума. Они там утонут. Вот останешься только ты, как сознание. И вот пока ты к нему плывёшь, с тебя постепенно смывается вот этот, можно сказать, ум как грязь. Он постепенно с тебя смывается. А я попал в течение. Меня-то вынесло. И половина того, что я сейчас говорю, я даже не понимаю. Вот вы задаете вопрос, первое, что попало, из меня хлещет как по носу, как он сказал. Ха-ха-ха. Ещё я могу сказать, что вот в этом кругу, где эти предметы плавают в воде, есть такой чёрный мысленистый круг, в который падают многие искатели, а за этим кругом стоит вот центр, где уже нет предметов. За этим кругом. Это вы называете чёрная ночь души. Многие не... Ну, некоторые, которые не проходят это испытание, ум их оттаскивает. Вот за предметы, которые там ещё есть, назад. А те, кто проходят, они уже всё. Их может вернуть там какое-нибудь потрясение, это, конечно, может вернуть. И очень сильный ум, очень настойчивый и очень упёртый. Но как они вытрясировали своего зверка, то и получат. Тёмная ночь души — это последний рубеж ума. Последний защитный рубеж ума. Преодолел? Всё. Не преодолел. Он может поднять из человека, из его воспоминаний, вот чего он там сильно боялся в детстве, там ещё что-нибудь, какие-нибудь потрясения, там смерть рада на их, ещё что-то. Тех, кто не сможет, он утаскивает. И утаскивает настолько далеко, что повторное, опять начать этот путь, многим не хватает силы воли. Им просто не хватает силы воли. Потому что практически все на это тратят полжизни. Вот изначально усилие — это всё равно, что ты начинаешь поиск. Изначально вот этот рывок, после которого должна наступить этот покой. И именно в этом отрезке покоя тебя может засосать, в этот центр. И главная задача в этом отрезке — побороть свой ум, чтобы эту тёмную ночь души ты смог пережить, можно так сказать. Просветление без борьбы с умом никогда не получишь. Насколько не был бы слаб у тебя ум, без борьбы с ним ты никогда не получишь посвятление. Он считает, что это его игра. А за ним играет своё внимание. Каждый играет своё, да. Это, конечно, а вот про лифт, что многие ходят около этого лифта, не замечая его, просто не замечая. Он прозрачный. А можно было бы и на лифте. Главное — найти туда дорогу и всё. Ещё вот, что присутствие Цезаря. Потому что она играла в шарики, это всё равно отвлекает ум. Цезарь, может, как он рассеивал эти семена и просто вот попало, что без этого сита у тебя на почву. Просветление, оно всегда рядом. А ну вот, пройди мне руку и возьми. Кто главный, сопротивляющийся? Там нет альтернативы. Там обмануть, ещё что-то. Нет, только убить. Только убить. Иначе он будет всё равно делать какие-то попытки, возвраты, ещё что-нибудь. А если понадобится, если дальше будешь продвигаться, то уже можно и второй будет. Абсолютно постичь сознание нельзя. Для этого понадобится столько вам, миллиардов жизней. Жену безграничны. Да. То есть это некая вечность бездонных. Это бездонный колодец. Вот из которого... Вот ум — это крышка на этом колодце. Когда вы его вот отодвигаете, вы можете брать оттуда. Но сколько бы вы ни брали, на, вы не найдёте. Отодвинуть её довольно-таки непросто. Потому что она большая, чумунная. Можно сказать, что... Вот ты стоишь, пытаешься через эту крышку пробить, да? А мимо пройдёт ураган и снесёт эту крышку. Такой же шанс. Всё, на что ты смотришь, как воспринимается тобой? Ум. Ум? Да. Это всё воспринимается как часть ума. Вот боги, которыми люди древние молились — это ум. Это всё ум. Это он создавал себе культ и всё остальное. Сознанию это не нужно. Именно ум сам у себя там что-то выпрашивал, ещё что-то. Чтоб сделать самого себя ещё счастливее. Но это нельзя делать. Это вся эта духовность, она ни к чему не ведёт. Просветление ведёт к уничтожению ума и полному освобождению. А все религии, что они могут дать? Там есть хоть один просветлённый или ещё кто-нибудь, кто свободен? Потому что, когда он постигал бога как единство, как сознание... Он понимал, что это всё фигня. И его, конечно, всё выгоняли. Зачем? Потому что из них ум из-за этого были... Лишился многих-многих тысяч коров в своей доле.